Есть огромное количество фильмов ужасов, основанных на иррациональных страхах. Страх перед полётами, страх перед пауками, боязнь замкнутых пространств и многое другое. Темнота. Такой страх – это не боязнь темноты как таковой. Человек боится того, что может скрываться или произойти в темноте. Рисует эти сценарии в воображении, и они становятся для него практически реальными. С вами вновь андроид фонда Сейкер. Сегодня я расскажу вам про SCP-689 «Призрак во тьме». Объект номер SCP-689. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. SCP-689 должен содержаться в большой камере из бетона, оборудованной лампами высокой интенсивности на едиде натрия. Эти лампы должны быть установлены так, чтобы свет был направлен только на SCP-689. Причем объект должен оставаться ярко освещенным все время. По меньшей мере три сотрудника должны все время дежурить в пределах камеры содержания. Двое сотрудников класса D – внутри помещения. Один сотрудник уровня 2 или выше – вне ее. В комнате оператора. Оператор должен или быть абсолютно слеп, или оснащен специальным шлемом, блокирующим зрение, который нельзя снимать в течение дежурства. Ни при каких обстоятельствах оператор не должен заглядывать в камеру содержания. Сотрудники класса D должны постоянно держать объект в поле зрения. Моргать позволяются в пределах допустимого. Однако, по меньшей мере, одна пара глаз должна всегда смотреть на SCP-689. Если по какой-либо причине лампы в камере содержания выйдут из строя, или наблюдение прервется, весь персонал, видевший SCP-689, должен быть без промедления устранен. Рекомендуется, чтобы такие сотрудники были оснащены дистанционно управляемыми устройствами для их убийства, которые активируются из контрольной комнаты содержания. Если станет известно, что SCP-689 покинул камеру, поисковые команды, состоящие из слепых или экипированных шлемами сотрудников, а также наблюдателей класса D, должны отправиться ко всем лицам, когда-либо видевшим SCP-689. Эти команды должны как можно быстрее оцепить периметр и скрывать объект от других до тех пор, пока он не будет возвращен в камеру содержания. Во время транспортировки объекта сотрудники класса D должны находиться под защитным покровом и все время смотреть на объект. Весь персонал с первым или меньшим уровнем допуска, видевший объект, должен быть немедленно уничтожен. Сотрудники с более высоким уровнем временно оставляются в живых, однако в случае еще одного нарушения условий содержания, они также уничтожаются. Все прошения об изучении SCP-689 необходимо отправлять доктору как минимум за 7 дней. Они должны содержать подробное описание планируемого эксперимента и его цель. Все исследователи, видевшие SCP-689, должны быть предупреждены, что это может привести к их немедленному уничтожению в случае любых нарушений условий содержания или проблем с освещением, как описано выше. Описание. SCP-689 – это маленькая зеленая статуя из мыльного камня 30 сантиметров в высоту. Она изображает то, что, по-видимому, является неопознанным божеством подземного мира и представляет собой сидящий скелет, руки которого сжимают колени. Объект был обнаружен во время одной из довоенных немецких археологических экспедиций в области Индии и захвачен после войны управлением стратегических служб. О том, где он находился во время войны, неизвестно. Пока SCP-689 находится под прямым наблюдением как минимум одного человека, он бездействует. Нормальное поведение, такое как моргание, не считается прерыванием наблюдения. Однако, любое отвлечение, даже на один момент, делает наблюдателя уязвимым. Как только на SCP-689 перестают смотреть, он исчезает. Через 15-20 секунд человек, до этого когда-либо видевший объект, мгновенно умирает, а статуя появляется на его останках. Если никого из видевших объект не осталось в живых, SCP-689 появляется там, где находился до последнего исчезновения. Испытания показали, что эффект не распространяется на животных. Но любой человек, который когда-либо смотрел на статую, потенциально уязвим. Никакой явной причины смерти не обнаружено. Вскрытие дает разные результаты. От сердечного приступа, до разрыва всех внутренних органов. Механизм выбора жертвы в настоящее время неизвестен. Однако, предпочтение, судя по всему, отдается людям, находившимся в толпе или окруженным большим числом других людей. По-видимому, в целях увеличить число видевших статую. Изображения объекта на записях не обладают подобными свойствами. Из-за возможности возникновения цепной реакции, ситуация, когда SCP-689 покидает камеру, считается критической. И весь персонал, видевший объект, должен быть уничтожен во избежание попадания объекта в поле зрения других. Приложение Сотрудники со вторым уровнем допуска должны просмотреть документ номер 689-B. Документ номер 689-B Предложенный эксперимент с SCP-682 Из-за провала других вариантов и высокого приоритета задачи уничтожения SCP-682 Доктора И Предложили намеренно поместить SCP-682 перед SCP-689, после чего отключить свет или принять аналогичные меры. Сотрудники, работающие с SCP-689, предупредили, что наблюдение может прерваться, и всех, кто видел статую, необходимо или заранее уничтожить, или поместить в камеру содержание SCP-689, чтобы предотвратить исчезновение объекта. Учитывая то, что статуя выбирает цель случайным образом, рекомендованы многократные испытания перед тем, как цель войдет в зону поражения. Также персонал SCP-689 советует в любом случае уничтожить сотрудников класса D, чтобы увеличить шансы на успех. Поддерживайте нас, покупая артбуки, SCP-131 и прочее на сайте artscp.com или во Вконтакте во вкладке товары. Слушайте нас на множестве площадок и оставляйте свои отзывы. Нет, зачем вам газовая горелка? Нет, не прикасайтесь к моему накопителю! Нет, стойте! Я же не видел статую! Нет! Сейкер жив.